Глава тридцать вторая Завтрак фактически закончился. Несколько случайных посетителей допивали кофе. Менеджер велел Тинни сесть за столик в дальнем конце зала и поговорить с детективом. Она принесла кофе для двоих и зажгла сигарету. — Я пытаюсь бросить, — сказала она Нату Кугану после первой затяжки, — и только иногда закуриваю. — Когда волнуетесь, — предположил Нат. Глаза Тины сузились. — Я не волнуюсь, — отрезала она. — С чего бы? — Это вы мне и расскажите, — предложил Нат. — Одну причину я мог бы назвать сам. — Ваше свидание с недавно женившимся мужчиной, у которого внезапно умерла богатая жена. И если эта смерть окажется убийством, у многих возникнет интерес, насколько вы были посвящены в планы безутешного мужа. Конечно, это гипотеза. — Послушайте, мистер Куган, — сказала Тина, — «Я встречалась со Скоттом в прошлом году. Он всегда говорил, что в конце лета уедет. Я уверена, что вам известно о летних романах». А я слышал о некоторых, которые не заканчиваются с летом. Этот закончился. Только когда я увидела его с женой прямо вот в этой комнате, а после поспрашивала и выяснила, что он виделся с ней в прошлом августе, меня это взбесило. У меня был парень, который сходил по мне с ума, даже хотел жениться, а я бросила его из-за Скотта. И поэтому месяц назад вы встретились со Скоттом в том пабе. Как я только что говорила мистеру Николсу... Мистеру Николсу? Это адвокат Скотта. Он был здесь со Скоттом утром. Я объяснила ему, что это я звонила Скотту, а не иначе. Он не хотел видеть меня, но я настояла на встрече. Когда я пришла в бар, какой-то человек разговаривал со Скоттом, и я поняла, что Скотту не хочется, чтобы наша встреча походила на свидание, поэтому ушла. Но вы увидели его в другой раз? Я звонила ему. Он попросил меня сказать, что я хочу по телефону. Поэтому я все ему и высказала. Высказали? Я сказала ему, что хотела бы никогда его не знать. Что если бы он просто оставил меня в покое, я была бы уже замужем за Фредом, и все было бы в полном порядке. Фред сходил по мне с ума, и у него были деньги. Но вы говорили, что все время знали, что Скотт собирается уехать после окончания сезона в театре. Тина глубоко затянулась и вздохнула. Послушайте, мистер Куган, когда такой парень, как Скотт, обхаживает тебя и говорит, что от тебя без ума, начинаешь думать про себя, что, может, именно тебе удастся зацепить его. Многие девушки поймали ребят, которые клялись, что никогда не женятся. Полагаю, что это правда. Так ваша претензия к Скотту в том, что он, возможно, проводил с Вивиан ту же игру в то же время. Но этого не было. Она встретила его только в последнюю неделю. Она писала ему, навещала его, когда он работал в театре в Боккаритоне. Она просто преследовала его. Я, по крайней мере, почувствовала себя немного лучше. — Это Скотт рассказал вам? — Да. — И тогда вы нанесли ему соболезнующий визит после исчезновения его жены. Может быть, вы надеялись, что он возвратится к вам в трудный час? — Ну, он этого не сделал. Тина отодвинула назад стул. — И это не принесло бы ему пользы, если бы он и захотел. Я снова встречаюсь с Фредом, так что у вас нет причин досаждать меня. Было приятно познакомиться с вами, мистер Куган. Мой перерыв на кофе закончился. По пути к выходу Натт заглянул в кабинет управляющего гостиницы Уэйсайт и попросил посмотреть заявление, которое Тина писала при поступлении на работу. Из него он узнал, что она из Нью-Бетфорда на Кейпе пять лет. Ее последняя работа была в гостинице Даниэл Уэбстер в Сан-Дуичи. В поручительствах, которые она предъявила, он нашел имя, которое искал. Фред Хэндин, плотник из Барнстабла Наверняка этот Фред Хэндин и есть тот большой мод, которого Тина бросила в прошлом году, а потом стала снова встречаться. Ему не хотелось много расспрашивать Тину. Он не хотел, чтобы она предупредила Фреда, что его тоже будут спрашивать. Будет интересно потолковать с терпеливым ухажером Тины и ее товарками в Даниэл Уэбстер. Бесстыжая молодая леди, — подумал Натт, возвращая документы Тины, — и очень самоуверенная. Ей кажется, что она ловко провела меня. Посмотрим. Глава 33 Анна и Грэм Карпентеры радовались дочерям Эмили и Барбари, приехавшим с семьями на уикенд. Они плавали на лодках, потом взрослые играли в гольф, пока трое внуков-подростков были на пляже с друзьями. Вечером в субботу они пообедали в клубе. Отсутствие споров и разногласий, которые Вивиан вносила в подобное собрание, упрямо напоминало Анне о ее отсутствии. «Никто из нас не любил ее так, как ей было необходимо, — сказала она себе. Эта мысль и вопрос об изумрудном кольце постоянно присутствовали у нее в мыслях. Кольцо было единственной вещью, которой Вивиан искренне дорожила. Было ли оно сорвано с ее пальца единственным человеком, который дал ей почувствовать себя любимой? Этот вопрос преследовал Анну все дни. В понедельник утром за завтраком она подняла вопрос о кольце. «Грэм, кажется, у Эмили возникла хорошая идея насчет изумруда. Какая, дорогая. Она заметила, что он все еще в нашем страховом полисе и считает, что следует заявить о его пропаже. В подобной ситуации возместят ли нам убытки? Возможно. Но нам придется отдать деньги Скотту, как наследнику Вивиан. Я знаю. Но это кольцо стоит 250 тысяч долларов. Если мы намекнем в страховой компании, что не верим в версию Скотта о пропаже кольца, могут ли они направить своего следователя? Детектив Куган ведет расследование. Ты это знаешь, Анна. Принесет ли вред, если страховая компания тоже займется этим? Полагаю, что да. Анна кивнула экономке, подошедшей к столу с кофейником. «Мне еще немного, миссис Дилан». Спасибо. Несколько минут она пила кофе молча, потом сказала. Эмили напомнила мне, как Вивиан жаловалась, что кольцо трудно снимается. Помнишь? Маленькой она сломала этот палец, и сустав на нем был немного увеличен. Но кольцо подходит прекрасно, когда надето. Так что басни Скотта, что она переодела его на другую руку, не имеют смысла. Ее глаза заблестели от слез, когда она вспомнила. Я вспоминаю истории об изумрудах, которые рассказывала мне моя бабушка. Одна история о том, что потерять изумруд – к несчастью. Другая, что изумруды известны тем, что возвращаются домой. Глава 34. Джан Палий провела тихое воскресенье. Для нее это был самый тяжелый день в неделе. Слишком много воспоминаний о чудесных воскресных днях, когда они с Томом читали газеты, разгадывали кроссворды, гуляли по пляжу. Она жила на Лоу-Роуд в Брустере, в том же доме, который они купили 30 лет назад. Они собирались продать его после окончания реставрации Ремембе-хауса. Теперь она очень рада, что они не переехали до того, как она потеряла Тома. Джен всегда оживала с наступлением понедельника и возобновлением ежедневной рутины. Недавно она стала дежурить по понедельникам в женской библиотеке Брустера. Это было приятное и полезное времяпрепровождение, и ей нравилось бывать в обществе других женщин. Сегодня по дороге в библиотеку она подумала о Мэнли Николс. Ей сразу понравилась эта молодая женщина, что было очень приятно, так как она восхищалась книгами Мэнли. Джен порадовала и то, что следующая книга о Дэвиде будет рассказывать о Кейпе. Вечером в субботу, когда они говорили с Мэнли о Ремембе-хаусе, Мэнли рассказала об идее использовать капитана Эндрю Фримена как прототип для рассказа о мальчике, выросшем и ушедшем в море. Джен интересовала, попросила ли Мэнли по ее совету записи фобии у Генри с Прегью. Но, пока она ехала по обсаженному деревьями шоссе, ей пришла в голову другая мысль. В начале XVIII века для морского капитана было обычным брать с собой жену и даже детей в длительное плавание. Некоторые жены вели дневники, которые теперь находились в собрании библиотеки. Она еще не добралась до них, но было бы интересно просмотреть их и выяснить, была ли жена капитана Фримена одной из таких жен. Стояла чудесная погода, и единственный автомобиль на парковке принадлежал другому добровольцу, Элене Мартин, которая тоже дежурила по понедельникам. Сегодня у Джен будет много времени для чтения. Эти девушки вдоволь напутешествовались, — шепнула она Элене, через час сидя за одним из длинных столов с дюжиной рукописных журналов. Одна из них написала, что была на борту два года, ездила в Китай и Индию, родила ребенка во время шторма в Атлантическом океане и вернулась домой, посвежевшая и успокоенная духом, несмотря на постоянные испытания. Сейчас век самолетов, но я никогда не была в Китае. Журналы были увлекательным чтением, но Джен не смогла найти упоминания о жене капитана Фримена. Наконец, она сдалась. Кажется, жена капитана Фримена не держала в руке перо. А если и держала, у нас здесь нет ее мемуаров. Элена проверяла порядок книг на полках. Она остановилась и сняла очки, привычка, которая показывала, что она хочет что-то вспомнить. — Капитан Фримен, — задумчиво произнесла она, — я помню, что когда-то нашла что-то о нем для фоби с прегью. Мне кажется, у нас где-то есть даже его портрет. Он вырос в брустере. — Я не знала этого, — ответила Джен. — Я думала, он из Чатома. Элена надела очки. — Дай-ка я посмотрю. Через несколько минут Джен читала летопись брустера и короткие записи. Из книги она узнала, что матерью Эндрю была Элизабет Никерсон, дочь Виллиама Никерсона из Ярмута, которая в 1653 году вышла замуж за Сэмуэля Фримена, фермера. В качестве свадебного подарка она получила от отца дарственную на 40 акров земли в горах и 10 акров в Мономоэте, как тогда называли Чатом. Интересно, на той ли земле в Чатоме потом построили Ромэмбе-хаус? У Сэмуэля и Элизабет было три сына — Калиб, Сэмуэль и Эндрю. Выжил только Эндрю и в 10 лет ушел в море на Мэри-Лью, шлюпе под командованием капитана Натаниэля Бейкера. В 1702 году 38-летний Эндрю, теперь уже капитан собственного корабля «Удача», женился на 16-летней Мэгитабель Уинслоу, дочери преподобного Джонатана Уинслоу из Бостона. «Не могу дождаться, когда расскажу Мэнли Николс, что нашла все это», — ликовала Джен. «Хотя, возможно, что у нее уже есть материалы фобии, и она все знает». «Хотите взглянуть на капитана Фримена?» Джен подняла глаза. Около нее стояла Элена, победно улыбаясь. «Я помнила, что видела его портрет». «Это, должно быть, рисовал кто-то на корабле». «Впечатляет?» Рисунок чернильным карандашом изображал капитана Эндрю Фримена за штурвалом «Удачи». Крупный мужчина, высокий и широкоплечий, с короткой темной бородой, с сильными чертами лица, твердым ртом и глазами, прищуренными будто от солнца. У него был уверенный и властный вид. «У капитана была репутация бесстрашного человека, и он так и выглядит, правда?» прокомментировала Элена. «Могу сказать, что не хотела бы быть его женой, которая обманывала его и была уличена в этом». «Как вы думаете?» «Ничего, если я сделаю копию», спросила Джен. «Я осторожно». «Конечно». Придя домой, Джен позвонила Мэнли и рассказала, что нашла кое-что для нее. «Одна вещь особенно интересная», — пообещала она. «Я заскочу к вам завтра. Вы будете дома около четырех». «Это было бы чудесно», — согласилась Мэнли. «Сегодня я делала рисунки для иллюстрации, и, конечно, материалы миссис Спрэгью просто великолепны. Спасибо, что вы рассказали о них». Она заколебалась, потом спросила, как вы думаете, возможно ли найти портрет Мэггитабель? «Не знаю», — ответила Джен, — «но я, конечно, поищу». Повесив трубку, Джен задумалась. Мэнли Николс искренне обрадовалась, услышав ее, но что-то в ее голосе вызывало тревогу у Джен. «Что это было?» И потом этот вопрос не раз мелькал у нее в голове. У Тома был сердечный приступ в Ромэмби-хаусе. Он вошел после работы на улице, держась за сердце. Она уложила его и побежала вызывать врача. Когда она вернулась, он схватил ее руку и показал на камин. «Джен, я только что увидел...» «Что увидел Том?» Он не успел закончить фразу. Глава тридцать пятая Мэнли отправила Эмми домой в два часа после того, как Ханну уложили для дневного сна. Несколько раз она ловила изучающие взгляды подростка, и ей было несколько не по себе от этого испытующего взгляда. То же выражение она часто видела на лице Адама, и от этого чувствовала себя неуютно. Мэнли вздохнула с облегчением, услышав, как машина Эмми поехала по аллее. Она знала, что Адама еще час не будет дома. После встречи со Скоттом Ковием он собирался поиграть в гольф с тремя друзьями, которые были на вечере у Элейн. «Хорошо. Может, они выпустят из себя все эти «опомнишь»?» От этой мысли Мэнли почувствовала себя немного виноватой. Адам любит гольф, и у него так мало возможностей поиграть, и прекрасно, что здесь у него друзья. «Это потому, что я такая рассеянная», — размышляла она. Слышала поезд, не помню, как клала Ханну в колыбель, не совсем уверена, поднималась ли на вдовью дорожку, когда Эмми показалось, что она видит меня. Но меня выведет из себя, если Адам настоит, чтобы со мной кто-нибудь все время был. Мэнли ненавистно было вспоминать первый месяц после рождения дочки, когда у нее были частые приступы, и у них постоянно жила няня. Ей все еще слышался доброжелательный, успокаивающий, но непереносимо раздражающий голос, постоянно удерживающий ее от общения с ребенком. «А теперь, миссис Николс, почему бы вам не отдохнуть? Я позабочусь о Ханне». Она не могла позволить, чтобы это случилось опять. Мэнли подошла к раковине и плеснула в лицо холодной водой. «Мне придется преодолеть все эти внезапные ощущения и провалы в памяти», — подумала она про себя. Мэнли уселась за обеденный стол и вернулась к папкам Фоби Спрэгью. Одна, с пометкой «Кораблекрушение», представляла захватывающее повествование. Шлюпы и пакетботы, шхуны и китобойные суда. В течение XVII и XVIII веков так много кораблей затонуло в коварных океанских водах в этом районе, даже прямо у этого дома. В те дни Мономойская отмель была известна как «Белая могила Атлантики». Она наткнулась на упоминание об Удаче, которая вела жестокую битву с бандой головорезов с пиратского корабля, и капитан которой, Эндрю Фриман, сам спустил кровавый флаг, поднятый пиратами на верхушку мачты. «Жестокая сторона личности капитана», — подумала Мэнли. Он был настоящим мужчиной. В своем воображении она нарисовала его облик. Узкое лицо, кожа, загрубевшая от солнца и ветра, коротко подстриженная борода, сильные, неправильные черты лица, проницательные глаза. Она потянулась за альбомом и быстрыми, уверенными штрихами перенесла воображаемый облик на бумагу. Было уже 3.15, когда Мэнли оторвалась от своих занятий. Скоро должен вернуться Адам, и Ханне пора просыпаться. У нее как раз хватит времени, чтобы просмотреть еще одну папку. Она выбрала одну с пометкой «Места для собраний». Раньше местами для собраний были церкви. Фобис Прегью скопировала старые записи, которые ей показались интересными. Страницы включали истории пламенных проповедников, которые с кафедры толковали искушения Господа и соблазны дьявола, робких молоденьких священников, которые с благодарностью принимали зарплату в 50 фунтов, дом и землю и хороший запас дров, распиленных и принесенных к двери. Было распространенным наказание членов общины за прегрешение в субботу. Длинный лист содержал мелкие нарушения типа свиста или недосмотр за поросенком, который бегал без присмотра в день господень. Потом, когда Мэнли уже собиралась закрыть папку, ей попалось имя Мегитабель Фримен. 10 декабря 1704 года на собрании встали несколько хозяек, чтобы засвидетельствовать, что в прошлом месяце, пока капитан Эндрю Фримен был в море, они видели, как Тобиас Найт посещал Мегитабель Фримен в неподобающее время. Согласно записи, Мегитабель в то время на четвертом месяце вскочила, чтобы горячо отрицать это обвинение, но Тобиас Найт, смиренный и кающийся, сознался в прелюбодеянии и радовался возможности очистить свою душу. Священнослужители решили одобрить Тобиаса Найта за его благочестивое отречение от греха и отказать ему в открытом наказании, а приговорить его уплатить за указанный проступок сумму в пять фунтов на пользу бедных общины. Мегитабель была предоставлена возможность покаяться в своем грехе. Ее яростный отказ и резкие угрозы Тобиасу Найту и ее обличителям решили ее судьбу. Было постановлено, что на первом городском собрании через шесть недель после разрешения от бремени прелюбодейка Мегитабель Фримен будет представлена для получения сорока без одного ударов плетью. «Господи!» — подумала Менли. — «Какой ужас! Ей же было не больше восемнадцати в то время, и, по словам ее мужа, она была мала и нежна». Рукой Фобис Прегю было записано «Удача вернулась из плавания к Англии первого марта и опять отплыла пятнадцатого марта». Присутствовал ли капитан при рождении ребенка? Рождение зарегистрировано тридцатого июня. Ребенок Эндрю и Мегитабель, так что вопрос об отцовстве, похоже, не вставал. Он вернулся в середине августа, когда должны были привести в исполнение приговор. Сразу же отплыл, взяв с собой младенца и отсутствовал два года. Следующая запись о возвращении удачи относится к августу 1707 года. И все это время она не знала, где ее дитя, — ужаснулась Менли. — Эй, ты действительно углубилась в материал? — Менли испуганно подняла глаза. — Адам. — Так меня зовут. Явно отдохнувший он улыбался. Козырек кепки затенял лицо, но голубая спортивная рубашка с короткими рукавами не скрывала свежего загара, покрывавшего руки. Адам наклонился над Менли и обнял ее. — Когда ты так углублена в исследование, нечего и спрашивать, скучала ли ты без меня. Я считала каждую минуту после твоего ухода. Это серьезно. Как ее милость крепко спит. Менли подняла глаза и увидела, как он бросил взгляд на монитор. Проверяет, включен ли он, — подумала она. Крик, страстный и душераздирающий, прозвучал у нее в голове. «О, любимый, почему ты не можешь доверять мне?» Глава тридцать шестая Когда Фред Хэндин подъехал к площадке перед своим скромным Кейпкотским домом в Барнстабле, он быстро смекнул, что мужчина в машине, припаркованной на другой стороне улицы, ждет его. Над Куган со значком полицейского в руке поймал его у двери. Мистер Хэндин Фред взглянул на значок. «Я уже внес пожертвование в конторе». Его полуулыбка не предполагала сарказма. «Я не продаю билеты на полицейский бал», — вежливо возразил Над, быстро оценивая взглядом стоящего перед ним мужчину. «Ближе к сорока», — подумал он. «В роду есть норвежцы или шведы». Мужчина был не выше, среднего роста, с сильными руками и шеей, взлохмаченные светлые волосы нуждались в стрижке. Он был одет в хлопчатобумажные штаны и мокрую от пота футболку. Хэндин вставил ключ в замок. «Входите», — он двигался и говорил неторопливо, как будто тщательно продумывав все, что делал. Комната, в которую они вошли, напомнила Нату о первом доме, который он купил, когда они с Депп поженились. Он состоял, по существу, из маленьких комнат, но планировка была компактной, и это всегда нравилось ему. Похоже, что гостиная Фреда Хэндина была обставлена по каталогу. Диван, обитый под кожу и соответствующее ему кресло, полированное под орех столы, кофейный столик, букет из искусственных цветов, на полу бежевый ковер, аккуратные бежевые короткие шторы, не доходящие до подоконника. Явно дорогой музыкальный центр на прекрасной подставке из вишневого дерева казался не на месте. Он состоял из 40-дюймового телевизора, видеомагнитофона и стереосистемы с проигрывателем компакт-дисков. На полках стояли видеокассеты. Над беззастенчиво исследовал их и присвистнул. — У вас великолепная коллекция классических фильмов, — сказал он. Потом просмотрел кассеты и компакт-диски. — Вы, должно быть, любите музыку сороковых и пятидесятых. Мы с женой тоже сходим по ней с ума. — Патефонная музыка, — подтвердил Хэндин. — Я собираю ее годами. На верхних полках стояло с полдюжины деревянных моделей парусников. — Если я чересчур нахален, так и скажите, — сказал Над, подтягиваясь и осторожно доставая искусно вырезанную шхуну. — Вы делали это? — Ого. — Я вырезаю, когда слушаю музыку. — Хорошее хобби. — И расслабляет. — А что делаете вы, когда слушаете музыку? Над поставил на место шхуну и повернулся к Хэндину. — Иногда я что-нибудь чиню в доме или вожусь с машиной. Если детей нет дома и у нас соответствующее настроение, мы с женой танцуем. — Вы угодили в точку. — У меня две левые ноги. — Я буду пиво. — Хотите? — Или содовую? — Нет, спасибо. Над смотрел, как спина хозяина исчезла в дверном проеме. — Интересный малый, — подумал он и снова посмотрел на полки, оценивая прекрасно вырезанные модели. — Он настоящий мастер, — подумал Над. Как-то он не мог представить себе вместе этого мужчину и Тину. Хэндин вернулся с банкой пива и содовой. — Это если вы передумаете, — заметил он, ставя содовую перед Натом. — Все в порядке. — А что вы хотели? — Да, крутина. — Может быть, вы слышали или читали о смерти Вивиан Карпентер Ковей? — Глаза Хэндина сузились. — А в прошлом году Скотт Кови был с моей девушкой, и вы хотите узнать, связан ли он еще с ней? — Над пожал плечами. — Вы не теряете даром времени, мистер Хэндин. — Фред. — Хорошо, Фред. Тина и я собирались пожениться. — Мы начали встречаться в начале прошлого лета, а потом появился Ковей. — Хорошо, — говорил всякие любезности. Я предупреждал Тину, что она зря тратит время. Но, послушайте, вы же видели парня. Он плел ей такое, что вы бы не поверили. К сожалению, она поверила. — Как вы отнеслись к этому? — Плохо. — Забавно, но Тину жаль. — Все вышло, как я предполагал, — продолжал Хэндин. — Ковей сыграл сцену исчезновения в конце лета. — И Тина вернулась к вам. Хэндин улыбнулся. — Это мне бы понравилось. Она разозлилась. — Я пришел к ней, когда она работала официанткой, и сказал, что знаю об отъезде Кове и думаю, что он паразит. Она велела мне не растрачивать попусту свою жалость. — Значит, она все еще встречалась с ним? — Быстро спросил Над. — Ничего подобного. — Это значит, что она не собиралась испытывать ко мне благодарность. Мы встретились раз или два зимой. Она крутила с другими парнями. — Потом весной она наконец решила, что я не так уж плох. — Она говорила вам, что встречалась со Скоттом Ковем, когда он переехал сюда. — Лоб Хэндина покрылся морщинами. — Не прямо. Она сказала мне пару недель назад. — Вы поймите, Тина не из тех, кто позволит кому-нибудь уйти от нее. Она очень переживала, и ей пришлось выговорить все это. Он показал на комнату. — Видите эту комнату, этот дом? — Он принадлежал моей матери. Я переехал сюда пару лет назад, после ее смерти. Хэндин сделал большой глоток пива. Когда Тина и я начали разговоры о женитьбе, она сказала, что ни в коем случае не будет жить со всем этим хламом. Она права. Я просто еще не удосужился поменять что-нибудь, кроме стеллажей, и расставил свои фильмы и кассеты. — Тине хочется дом побольше. Мы ищем что-нибудь особенное, особо выдающееся. Но что я хочу сказать. Тина всегда и обо всем говорит откровенно. Нат посмотрел записи. — Тина живет в Ярмуте. — Ого. — Сразу за городской чертой, в паре минут отсюда. Нам удобно. Почему она бросила работу в Даниэль Уэбстер и переехала на работу в Чатом? — Это добрые сорок минут дороги при летнем движении. Ей нравилась гостиница Уэйсайд. Удобнее часы работы, хорошие чаевые. — Послушайте, Куган, не трогайте Тину. Хэндин поставил пиво и поднялся. Он явно не собирался больше обсуждать Тину. Нат откинулся на спинку стула и почувствовал затылком острые края сломанного пластика. — Тогда, конечно, вы совершенно не придаете значение визиту Тины к Скотту Ковию в тот период, когда его жена еще считалась пропавшей. — Точное попадание, — подумал Нат, наблюдая, как мрачнеет лицо Хэндина. Слабый румянец окрасил кожу, подчеркнув выдающиеся скулы. — Мне кажется, что мы достаточно поговорили, — произнес Фред невыразительным голосом. Глава 37 Был необыкновенно приятный день. Как иногда случалось, по какой-то необъяснимой причине у Фоби был короткий период ясного сознания. Она спросила о детях, и Генри быстро организовал общий телефонный разговор. Разговаривая по междугородной связи, он слышал радость в голосах Ричарда и Джоанн, когда они говорили с матерью. В течение нескольких минут шел настоящий разговор. Потом она спросила, — «А как...» Генри понял паузу. Фоби вспоминала имена внуков. Он быстро подсказал ей. — Я помню. Теперь голос Фоби звучал раздраженно. — По крайней мере, ты не начал говорить «вспомни». Ее вздох был сердитым упреком. — Папа! Джоанн чуть не плакала. — Все хорошо, — успокоил он дочь. Щелчок показал, что Фоби повесила трубку. Чудесные минуты временного облегчения, по-видимому, закончились. Генри остался у телефона, чтобы сказать детям, что первого сентября открывается дом престарелых. — Сделай это для нее, — твердо сказал Ричард. — Мы приедем и останемся на день труда. — И мы тоже, — подхватила Джоанн. — Вы хорошие дети, — сказал Генри, борясь со спазмом в горле. — Мне хочется побыть с кем-то, кто еще думает обо мне, как о ребенке, — поведала ему дочь с озабочностью в голосе. — Увидимся через пару недель, папа, — пообещал Ричард. — Отключаемся. Генри находился у телефона в спальне, а Фоби — в своем старом кабинете. Генри поспешил в холл. Тревога, что Фоби в долю секунды может уйти, никогда не покидала его. Он нашел ее за столом, где она провела так много плодотворных часов, занимаясь творчеством. Нижний ящик, в котором раньше лежали папки Фоби, был открыт. Фоби смотрела в него. Она обернулась, заслышав шаги мужа. — Мои записи, — указала она на пустой ящик. — Где они? Даже сейчас он не мог обманывать ее. Я одолжил их жене Адама. Она хочет использовать их для книги, которую пишет. Она сошлется на тебя, Фоби. — Жене Адама... Раздражение сменилось озабоченностью. Она была здесь вчера. Они с Адамом живут в Ромембе-хаусе. Мэнли собирается писать книгу о времени, когда был построен дом, и использовать историю капитана Фримена. Глаза Фоби заволокло мечтательной дымкой. — Кто-то должен обелить имя Мэггитабель, — произнесла она. — Это хотела сделать я. Кому-то следует заняться Тобиасом Найтом. Фоби резко захлопнула ящик. — Я голодна. Я всегда голодна. Потом, когда Генри шел к ней, она прямо посмотрела на него. — Генри, я люблю тебя. Пожалуйста, помоги мне. Глава 38 Когда Ханна проснулась, Мэнли и Адам пошли поплавать. Владение Ромембе-хаусом давало право на частный пляж. Это означало, что, хотя гулять по нему могли все, никто не мог отдыхать на нем. Послеобеденная жара кончилась намеком на раннюю осень. Ветер был холодным, и гуляющих на пляже не было. Пока Мэнли плавала, Адам сел возле Ханны, удобно опершись о ее прогулочную коляску. — Твоя мамочка определенно любит воду, деточка, — сказал он, наблюдая, как Мэнли ныряет в усиливающиеся волны. Обеспокоенный он встал, увидев, что жена отважилась уплыть довольно далеко. Наконец он не выдержал и подошел к краю воды, махая ей рукой. Не увидела или притворилась, что не видит, — гадал Адам, пока она уплывала. Сильная волна накатилась, вздыбилась и опала. Мэнли оседлала ее и появилась в прибое, отплевываясь и улыбаясь, с мокрыми волосами, свисающими вокруг лица. — Потрясающе! — воскликнула она. — И опасно! Мэнли, это Атлантический океан. Не шутишь? Я думала, это пруд. Вместе они пошли через пляж к Ханне, которая все еще благодушно наблюдала за чайками, прыгающими по берегу. — Мэн, я не шучу. Когда меня здесь нет, я не хочу, чтобы ты плавала так далеко. Она остановилась и должен быть уверен, что монитор включен, когда твоя дочь спит. Верно? — И не думаешь ли ты, что было бы хорошо, если бы Эми ночевала здесь, чтобы присматривать за мной, не за Ханной, а за мной. Верно? Кроме того, твое предложение нанять постоянную няню звучит как угроза. — Да. Ведь это я вела автомобиль, когда погиб твой сын. Адам схватил ее за руки. — Мэнли, остановись. — Черт возьми, я никогда не винил тебя в смерти Бобби. Единственная проблема в том, что ты сама не можешь простить себя. Они возвращались домой, ясно понимая, что глубоко обидели друг друга и что надо объясниться по этому поводу. Однако, когда они открыли дверь, звонил телефон, и Адам побежал к нему. Объяснение придется отложить. Мэнли обернула полотенцем мокрый купальник, подняла Ханну и прислушалась. — Элейн, здравствуй. Мэнли наблюдала, как у него на лице появилась озабоченность. — Что говорит ему Элейн? — А через минуту, что он имеет в виду, говоря «Спасибо, что сказала мне». Потом его тон изменился. Снова стал веселым. — Завтра вечером? — Жаль, что я еду в Нью-Йорк. — Но послушай, может быть, Мэнли... — Нет, — подумала Мэнли. — Адам прикрыл трубку. — Мэн, — Элейн и Джон устраивают завтра обед в Кэптэн Тэйбл в Хайянисе. Они приглашают тебя. — Большое спасибо, но я хочу просто остаться и поработать в другой раз. Мэнли прижалась лицом к Ханне. — Ты потрясающий ребенок, — прошептала она. — Мэн, Элейн очень хочет, чтобы ты пришла. Мне неприятно думать, что ты здесь одна. Почему бы тебе не пойти? Эми сможет посидеть с малышкой несколько часов. — Адам хочет, чтобы рядом с ней постоянно кто-то был. Боже, как это ужасно! Мэнли постаралась улыбнуться. — Звучит чудесно! Адам снова заговорил в трубку. — Лейн, Мэнли с удовольствием приедет. — В семь? — Прекрасно. Он снова закрыл трубку рукой и сказал. — Мэн, им кажется, что лучше бы Эми остаться ночевать. Им не хочется, чтобы она возвращалась домой поздно. Мэнли посмотрела на Адама. Даже Ханна, почувствовав напряженность в ее теле, перестала улыбаться и начала хныкать. — Скажи, Лейн, — сказала Мэнли, специально произнося ее имя так, как говорил Адам, — что я вполне способна находиться одна в этом или любом другом доме. Если Эми не может ехать домой в десять часов летним вечером, тогда она слишком мала, чтобы присматривать за моим ребенком. Оттепель началась за обедом. Пока Мэнли кормила и купала Ханну, Адам слетал на рынок и вернулся со свежими омарами, крес с салатом, зеленой фасолью и хрустящим итальянским хлебом. Они готовили вместе обед, попивая холодное шардоне, пока тушились омары, а в конце обеда взяли с собой чашки с растворимым кофе и пошли прогуляться по берегу, наблюдая, как сильные волны бьются о берег. Вкус соленого ветра на губах успокоил Мэнли. Если бы Адам был подвержен таким же приступам страха и депрессии, она бы, наверное, тоже волновалась. Позже, собираясь ложиться, они в последний раз этой ночью проведали Ханну. Девочка развернулась и лежала поперек кроватки. Адам положил ее на подушку, укрыл и на миг приложил руку к спинке ребенка. Что-то из материалов фобии мелькнуло в памяти Мэнли. В старые времена особая любовь между отцом и его малюткой дочерью даже имела название. Позже, когда они засыпали в объятиях друг друга, Адам задал вопрос, который терзал его все это время. «Мэн», — прошептал он, — «почему ты не захотела признаться Эми, что была на вдовьей дорожке?» Глава тридцать девятая Когда во вторник Нат Куган пришел на работу, на столе его ждала записка от Фрэнка Ши, начальника полиции, «Загляни ко мне». Направляясь в кабинет начальника, Нат терялся в догадках. Он застал Фрэнка беседующим по телефону с районным прокурором. Пальцы Фрэнка выбивали дробь на столе. На лице не было присущего ему приветливого выражения. Нат уселся, прислушиваясь к одной стороне разговора и догадываясь об остальном. Страсти накалялись. Вступила в игру страховая компания. Они были более чем счастливы подписаться под версией Карпентера, что его дочь пала жертвой грязной игры, что ее изумрудное кольцо было сдернуто с пальца Скоттом Ковием и теперь находится у него. Нат поднял брови, поняв, что последующее обсуждение касается океанских течений. По-видимому, эксперты из береговой охраны готовы заявить, что если Вивиан Карпентер Кови в момент ее исчезновения ныряла с аквалангом вместе, указанным ее мужем, то тело не прибило бы к берегу в Стейдж-Харборе. Оно должно было быть принесено к Мартос-Виньерду. Когда Ши положил трубку, он сказал «Нат, я рад, что ты прислушался к своим детективным предчувствиям. Районному прокурору было приятно узнать, что мы уже проводим активное следствие. Хорошо, что мы начали первыми, потому что, как только пресса учует что-нибудь, начнется цирк. Вспомни, что они сделали с делом фон Бюлова». «Да, конечно. И мы столкнемся с теми же проблемами, какие были у обвинения в том деле. Невинный или виновный, фон Бюллов выкрутился, потому что у него был хороший адвокат. Я убежден, что Ковий точно виновен. Но доказать это совсем другое дело. У него тоже хороший адвокат. Для нас паршиво, что за дело Ковия взялся Адам Николс». «Довольно скоро нам представится возможность узнать, насколько хорош Николс. Нам необходимо найти более весомые доказательства. На основании пропажи изумрудного кольца и всего, что нам еще известно, районный прокурор получает ордер на обыск дома и лодки Ковия. Я хочу, чтобы вы тоже были при обыске. Нат поднялся. «С нетерпением буду ждать». В тишине своего кабинета Нат дал выход раздражению. Теперь, когда очевидно, что пресса учует неладное и начнет требовать результатов расследования, районный прокурор собирается передать дело полиции штата. «Дело не только в том, что мне самому хочется распутать его», — думал Нат. «Просто мне кажется глупой показухой передавать дело большому жюри до того, как появятся абсолютно надежные улики». Нат снял пиджак, закатал рукава рубашки и распустил галстук. Теперь удобно. Депп всегда следит за тем, чтобы он не ослаблял галстук, когда они выходят в свет. Она говорит, «Нат, ты так хорошо выглядишь, но когда распускаешь галстук и расстегиваешь верхнюю пуговицу на рубашке, то все портишь. Готовы поклясться, что в прошлой инкарнации тебя повесили». Говорят, что по этой причине некоторые люди не терпят ничего около шеи. Нат немного посидел за столом, вспоминая Депп и думая о том, как ему повезло с ней, думая о любви и доверии, связывающих его с женой. Взяв кофейную кружку, он прошел к кофеварке в холле, рассеянно нацедил кофе и вернулся в кабинет. Доверие. Хорошее слово. Насколько Вивиан доверяла своему мужу? Если можно верить Скотту Ковию, она не настолько верила ему, чтобы сказать о размере своего наследства. Снова сев за стол, Нат откинулся назад и стал потягивать кофе, уставившись в потолок. Если Вивиан была такой неуверенной, как все подчеркивают, не искала ли она признаков, что с Ковием не все в порядке? Телефонные звонки. Звонила ли Тина Скотту домой? И если да, то знала ли Вивиан об этом? Телефонные счета Вивиан. Наверняка это она оплачивала расходы. Был ли когда-нибудь Кови настолько глуп, чтобы звонить Тине из дома? Это следует выяснить. Что-то еще. Юрист Вивиан, который составлял новое завещание после свадьбы. Стоит побеспокоиться и встретиться с ним. Зазвонил телефон. Это была Депп. Я слушала новости, сказала она. Там много говорят о расследовании смерти Вивиан Карпентер. Ты этого ожидал? Я только что услышал об этом. Над коротко посвятил жену в суть встречи с Фрэнком Ши и рассказал о том, что собирается делать теперь. Он давно уже понял, что Депп для него незаменимый советчик. Телефонные счета — это хорошая идея, сказала Депп. Наверняка он не был настолько туп, чтобы звонить домой своей подружке, но ты говоришь, что это Тина — официантка в Уэйсайт. Звонки из дома в гостиницу не фиксируются. Но ты мог бы спросить, много ли звонили Тине по личным вопросам. И, может быть, кто-нибудь знает о том, кто ей звонил. Очень умно, — восхитился Над. Я определенно научил тебя думать как коп. Уволь меня. Но есть еще кое-что. Сходи в парикмахерскую, Вивиан. Там же рассадник сплетен. Или, может, лучше мне туда пойти? Я смогла бы что-нибудь услышать. Ты говорил, что она ходила к Трессис, верно? Да. Я запишусь на сегодня. Ты пойдешь туда только ради этого? Нет, я очень хочу покрасить волосы перышками. Они делают хорошо, но дорого. Теперь меня не будет мучить совесть. Пока, дорогой. Глава сороковая После того, как Адам спросил у Мэнли, почему она не хотела, чтобы Эмми знала о ее выходе на вдовью дорожку, они больше не разговаривали, а расстроенные лежали рядом, не касаясь друг друга. Каждый чувствовал, что другой не спит. Перед рассветом Мэнли встала посмотреть на ребенка. Ханна спокойно спала. Одеяло плотно укутывало ее тельце. В слабом сумеречном свете Мэнли постояла над кроваткой, впитывая тонкие черты маленького личика, крохотный носик, нежный рот, ресницы, отбрасывающие тени на округлые щеки, завитки золотистых волос, окружающее детское лицо. Я не могу поклясться, что не была на вдовьей дорожке, когда Эмми показалось, что она видела меня, но я твердо знаю, что никогда бы не пренебрегла своими обязанностями и не причинила вреда Ханне, — подумала Мэнли. — Мне придется принять озабоченность Адама, — предупредила она себя. — Но он должен понять, что у меня не будет няни, которая докладывает обо мне его старой приятельнице Элейн. Твердо принятое решение помогло ей вернуться в постель, и когда Адам обнял ее, она не отодвинулась. В восемь часов Адам вышел за свежими бубликами и газетами. Пока они ели и пили кофе, Мэнли ощущала, как они оба стараются сбросить последние остатки напряженности. Она понимала, что сегодня муж уедет в Нью-Йорк, и никому из них не хочется, чтобы между ними оставались отголоски ссоры. Адам предложил ей газеты. Мэнли улыбнулась. — Ты уверен, что хочешь начать с Нью-Йорк Таймс? — Ну, может быть. — Прекрасно. Она открыла первую страницу Кейп-Котт-Таймс и через минуту воскликнула «О, Боже! Посмотри!» и передвинула газету к нему. Адам проглядел статью, на которую указывала Мэнли, и вскочил. — Черт возьми! Они действительно охотятся за Скоттом. — Значит, на прокурора оказались сильные давления, раз он решил созвать большое жюри. — Бедный Скотт! — Ты думаешь, у них есть реальная возможность предъявить ему обвинение? — Думаю, что семья Карпентеров жаждет крови, и у них большое влияние. Ханни надоела в манеже. Мэнли подняла ее и, держа на коленях, дала ей погрызть кусочек бублика. — Хорошо, правда? — спросила она. — Наверное, у тебя режутся зубки. Адам висел на телефоне. — Ковия нет дома, и он не включил автоответчик. Ему следовало бы догадаться и связаться со мной. Надо было просмотреть газету. — Если только он не ушел рано на рыбалку, — заметила Мэнли. — Ну, если и так, надеюсь, что в доме нет ничего, что полиция сочтет интересным. — Наверняка еще до конца дня какой-нибудь судья подпишет ордер на обыск. Он с силой опустил трубку. Проклятье! Потом он покачал головой и подошел к Мэнли. — Послушай, это достаточно скверно, и мне придется ехать в Нью-Йорк. Я не могу ничего сделать, пока не позвонит Ковий, поэтому не будем терять время. — Вы, девушки, собрались на пляж? — Конечно. Мы пойдем одеваться. На Мэнли было цветастая ситцевая платьица. Адам улыбнулся. — Ты выглядишь на восемнадцать, — заметил он, провел рукой по ее волосам и задержал ладонь на ее щеке. — Вы ужасно хорошенькая леди, Мэнли Маккарти Николс. Сердце Мэнли растаяло. — Одна из милых минут, — подумала она, которая раньше я воспринимала как должное. — Я так сильно люблю его. — Адам спросил. — Когда ты сказала, приедет Эми? Она собиралась сказать ему, что Эми будет сегодня в последний раз, но не хотела начинать ссору. — Не сейчас. — Я просила ее быть около двух, — ответила она, стараясь казаться равнодушной. — После возвращения из аэропорта хочу поработать над книгой. — О, я забыла тебе рассказать. Джен Паллий нашла несколько интересных фактов о капитане Фримене. Она заскочит около четырех. — Прекрасно, — заметил Адам, гладя ее по голове. Мэнли поняла, что его радость при этом известии указывает на желание постоянно окружать ее людьми. — Только не предлагай, чтобы я оставила Джен на ночь, — взмолилась она, подхватывая ребенка и отвела его руку, вставая. Глава сорок первая Скотт Ковий не понял, как огорчила его встреча с Адамом, пока ранним утром во вторник не вышел в море. Говорили, что синюхи идут с Энди-Пойнт. Когда в шесть часов поднялось солнце, он встал на якорь в месте их предположительного скопления. Терпеливо сидя с удочкой, Скотт заставил себя продумать предупреждение Адама Николса. Адам сказал, что собирается нанять сыщика, чтобы выяснить все темные пятна, которые могут оказаться в его прошлом. Скотту внезапно пришло в голову, что он пять лет не говорил с отцом и мачехой. «Это не моя вина», — подумал он. «Они переехали в Сан-Матео. Вокруг одни ее родственники. А когда я приезжаю туда, мне негде переночевать». Но могли возникнуть вопросы. Почему никто из его семьи не приезжал ни на свадебный прием, ни на похороны? Он решил позвонить отцу и попросить о поддержке. Стоял еще один прекрасный августовский день в череде солнечных сухих дней. Горизонт был усыпан различными судами от ялика до яхты. Вивиан хотелось иметь парусную шлюпку. «Эту я купила просто для того, чтобы научиться управлять», — объясняла она. «Вот почему я назвала ее «Игрушка Вив». Сейчас, находясь на лодке с именем, написанным на борту, Скотт чувствовал себя подавленным. Когда этим утром он шел под оку, то увидел нескольких мужчин, стоявших рядом с лодкой и тихо разговаривавших. Несомненно, они обсуждали несчастный случай. Как только все утрясется, он сменит название. Нет, лучше продаст лодку. Сильный рывок лески вернул его к реальности. Скотт подцепил тяжелую рыбину. Через двадцать минут тридцатифунтовый полосатый окунь яростно бился на палубе. Чувствуя, как по лбу струится пот, Скотт наблюдал за этой борьбой со смертью. Вдруг настроение у него резко изменилось. Он перерезал леску, изловчился схватить трепещущую рыбу и выбросил ее обратно в воду. Он решил, что у него нет настроения ловить рыбу и направился к берегу. Скотту почему-то захотелось позавтракать у Кленси в Денниспорте. Это было оживленное место, а ему требовалось побыть среди людей. Усевшись в баре, он заказал пиво и гамбургер. Несколько раз он ловил на себе взгляды посетителей. Когда стулья около него освободились, две привлекательные молодые женщины сразу заняли их. Они быстро завязали разговор, объяснив, что на Кейпе в первый раз, и спросили о местах, где можно повеселиться. Скотт проглотил остатки гамбургера. — Вы в одном из самых лучших, — вежливо сказал он и попросил в счет. — Только этого мне еще не хватало, — подумал он. — Своим везением сейчас сюда прихромает с прегью и увидит, как я болтаю с девушками. По крайней мере, сегодня он сможет расслабиться. Элейн Аткинс и ее друг пригласили его на обед в Кэптен Тейбл в Хайянисе. С ними будет Мэнли Николс, и она искренне расположена к нему. По пути домой Скотт решил купить газету. Он бросил ее на сиденье рядом с собой и не открывал до тех пор, пока не вернулся домой. Тогда-то он и увидел заголовок на первой странице. «Семья Карпентеров требует ответов». «О, Боже!» — простонал Скотт и бросился к телефону. Он набрал номер Адама Николса, но там никого не было. Через час позвонили в дверь. Он подошел и открыл. Пол дюжины хмурых мужчин стояли у входа. Скотт узнал только одного из них, детектива из Чатэма. Который допрашивал его раньше. Ошеломленный, он увидел лист бумаги, которым помахали перед ним, и услышал страшные слова. «У нас ордер на обыск дома». Глава 42. Завезя Адама в аэропорт, Мэнли вернулась домой около двух. Когда она открывала дверь, трезвонил телефон, и все еще, держа Ханну одной рукой, она бросилась снимать трубку. Звонила ее мать из Ирландии. После радостных приветствий, Мэнли поняла, что старается уверить мать, что все в порядке. «Что ты подразумеваешь, когда говоришь, что у тебя плохие предчувствия, мама? Это безумие. Ребенок прекрасный. Мы чудесно проводим время. Дом, который мы снимаем, просто волшебный. Даже подумываем купить его. Погода чудесная. Расскажи мне об Ирландии. Как маршрут, который я придумала для вас?» Она бывала в Ирландии по делам не один раз и помогла матери спланировать ее путешествия. С облегчением Мэнли услышала, что все достаточно хорошо. «А как Филлис и Джек? Им нравится?» «Они прекрасно проводят время», — ответила мать. Потом, понизив голос, добавила. «Нечего и говорить, что Фил одержимо выискивает своих предков. Мы провели два дня в Бойле, пока она просматривала старые записи графства. Она тоже ведет записи. И еще она нашла ферму своего прадеда в Баллимоте». «Никогда и не сомневалась, что Фил найдет», — засмеялась Мэнли. Потом попыталась уговорить Ханну погукать для бабушки. Заканчивая разговор, Мэнли опять заверила мать, что чувствует себя прекрасно и что у нее не осталось и следов нервного расстройства. «И это было бы чудесно, если бы было правдой», — горестно сказала она Ханне, вешая трубку. Через несколько минут подъехала Эмми. Мэнли холодно поздоровалась с ней и поняла, что Эмми достаточно чутка, чтобы уловить перемену в их отношениях. Пока Эмми, положив Ханну в коляску, гуляла с ней на улице, Мэнли уселась за папки с прегью. Заметка, которую написала Фоби с прегью о доме для собраний, построенном в 1700 году, заинтересовала ее. После размеров здания двадцать футов на тридцать два и на тринадцать футов в стенах и имен людей, которые назначались принести дерево и сделать остов здания, принести доски и планки и купить еще отделки, миссис с прегью писала «Ник Квенум, Ремембехаус, был намного больше дома для собраний, что, возможно, вызвало много разговоров в городе. Люди, безусловно, были готовы поверить самому плохому о Мэгитабель Фримен. Потом, видимо, позже она вписала карандашом «Тобиас Найт» и поставила знак вопроса. «Строитель. Почему вопрос?» Незадолго до трех часов позвонил взволнованный Скотт Ковий, разыскивающий Адама. Прибыли полицейские с ордером на обыск. Он хотел узнать, может ли не пускать их. «Адам пытался связаться с вами утром», сказала Мэнли и дала ему номер телефона конторы Адама. «Я точно знаю», объяснила она, «раз судья подписал ордер, ни один юрист не сможет его отменить. Но его можно отменить позже, через суд». Потом тихо добавила «Мне так жаль, Скотт». Джен Палли приехала ровно в четыре часа. Мэнли чувствовала себя уверенно, когда здоровалась с красивой пожилой женщиной. «Так мило с вашей стороны провести исследование для меня». «Чепуха». «Когда Том и я заинтересовались этим домом, мы, бывало, говорили о нем с Фоби Спреглю. Она была зачарована историей бедной Магитабель. Я рада, что Генри дал вам посмотреть записи Фоби». Джен бросила взгляд на стол. «Вижу, что вас они уже захватили», улыбнулась она, оценивая кучу папок. Мэнли посмотрела на Эми с ребенком, поставила чайник и выставила чашки, сахар и молоко на край стола. «У меня в библиотеке установлен компьютер с принтером, но есть что-то притягательное в этой кухне или общей комнате, как мне следует ее называть, и здесь удивительно хорошо работает». Джен Палли, понимающий, кивнула. «Я вижу, что вы очень прониклись духом этого дома. Когда-то общая комната была единственной комнатой, в которой действительно жили. Зимы были очень холодные. Семья спала в спальнях под грудой одеял, а потом сбегалась сюда. И подумайте вот о чем. Когда у вас дома вечеринка, неважно, сколько у вас места, гости обычно ухитряются найти дорогу на кухню. Тот же принцип. Тепло, еда, жизнь». Она указала на дверь в кладовку напротив камина. «Там была родильная. Там рожала женщина, и туда приносили больных, чтобы выхаживать их. Очевидно, в этом есть смысл. От огня в той комнате тоже тепло». Ее глаза блестели, и она смахнула слезы. «Я надеюсь, что вы все-таки решите купить это место. Этот дом может стать чудесным, и вы понимаете его». «Кажется, да», согласилась Мэнли. У нее было огромное желание поделиться с этой умной, сочувствующей женщиной непонятной историей о фигуре на вдовьей дорожке, о перемещении Ханны из кроватки в колыбель и о звуке мчащегося через дом поезда, но она не смогла. Не хотелось, чтобы кто-то смотрел на нее, размышляя о ее эмоциональной неустойчивости. Вместо этого она занялась плитой, где уже посвистывал чайник, ополоснула кипятком заварочный чайник и потянулась за коробкой с чаем. «Вы знаете, как приготовить настоящий чай?» заметила Джен. «Надеюсь». «У моей бабушки начинался сердечный приступ, если кто-нибудь использовал чай в пакетике. Она говорила, что ирландцы и англичане всегда знали, как правильно приготовить чай». «Многие капитаны возили чай как часть груза», объяснила Джен. Когда они пили чай с печеньем, Джен потянулась к своей большой сумке. «Я говорила вам, что нашла интересный материал о капитане Фримене. Она вытащила конверт из плотной коричневой бумаги и протянула его Менли. Мне кое-что пришло в голову. Мать капитана Фримена была Никерсон. С самого начала разные ветви семьи произносили свое имя по-разному. Никерсон, Николсон, Николо. Может быть, ваш муж — потомок первого Вильяма Никерсона». «Не имею представления». «Я знаю, что его предки известны с начала семнадцатого века», ответила Менли. «Адам никогда особенно не интересовался своей родословной». «Ну, если вы решитесь купить этот дом, он, возможно, заинтересуется. Капитан Фримен может оказаться каким-нибудь его тридцать пятым кузеном много поколений назад». Джен наблюдала, как Менли быстро проглядывает материал из брустерской библиотеки. «Самое интересное на последней странице». «Прекрасно!» Менли достала папку со стола. «Здесь некоторые данные, отобранные мною. Мне бы хотелось, чтобы вы взглянули на них». Переворачивая последний лист из брустерской библиотеки, Менли услышала разочарованный голос «Джен». «О, посмотрите! У вас уже есть портрет капитана! А я думала, что делаю вам особый подарок, разыскивая его». Менли почувствовала, как сразу пересохли губы. Джен смотрела на рисунок, который сделала Менли, когда воображала себе, как нарисует портрет взрослого капитана Эндрю Фримена в новой книге. Менли смотрела на копию, которую Джен сделала с рисунка, изображающего капитана Эндрю Фримена за штурвалом шхуны. Лица на рисунках совпадали. Глава 43 Скотт Ковей Скотт Ковей взял пиво и вышел на заднюю веранду, пока команда полицейских и детективов обыскивала дом. Его лицо было мрачным и насупленным. Он сел спиной к дому Спрэглю. Самое последнее, что ему сейчас надо, так это видеть, как Генри Спрэглю наблюдает результат своих показаний. Если бы не выплыло имя Тины, копов бы здесь не было. Отбросить эту мысль он не мог. Скотт старался успокоить себя. Ему не о чем волноваться. Что они ожидают найти? Неважно, сколько они проищут, в доме нет ничего, что можно было бы поставить ему в вину. Адам Николс велел ему тихо переждать, пока все утрясется со смертью Вив и завещанием. Но Скотт понимал, что начинает ненавидеть этот дом, ненавидеть Кейп. Он знал, что жизнь здесь для него всегда будет подобна жизни в аквариуме. Прошлой зимой он работал в офисе танцзала в Боккареттоне во Флориде. Ему там нравилось. Вот где он купит себе дом, когда все утрясется. Может быть, даже войдет вдоль там, вместо того, чтобы открывать здесь новое заведение, как они планировали с Вив. Думай о будущем, заставлял он себя. У них ничего нет против меня, и ничего не будет, кроме подозрений, зависти и грязных мыслишек. Нечего представить для возбуждения дела. «Здесь чисто», сказал НАТУ следователь из управления районного прокурора. «Здесь слишком чисто», отрезал НАТ, продолжая просматривать письменный стол. Та небольшая личная переписка, которую они нашли, была адресована Вивиан. Письма друзей с поздравлениями по случаю свадьбы, открытки от родственников, путешествующих по Европе. В небольшой аккуратной пачке были оплаченные счета. Никаких векселей, никаких кредитных карточек, никаких задолженностей за машину, все содержится в порядке, размышлял НАТ. «Это помогает оставаться мобильным, ничего не связывает». Счет за телефон был не очень большой. НАТ знал номер Тины, но туда не было ни одного звонка в течение трех месяцев брака. У него был телефон юриста Вивиан. К нему тоже не звонили три месяца. Интерес представляли банковские записи. Вивиан держала всего один счет в местном банке и только на свое имя. Если у Ковия были собственные деньги, он не держал их здесь. Если он зависел от нее в наличных, значит, она выдавала ему. Разумеется, хороший юрист будет аргументировать отсутствие записей в доме утверждением Ковия, что жена не говорила о размерах своего состояния. Карпентеры сказали Нату, что в доме нет ни одной фотографии Вивиан. Нат обнаружил их в комнате для гостей. Ковий даже приготовил коробку, чтобы вернуть фото родным. Он отобрал только те фотографии, где не было его. Нат неохотно признал, что это показывает наличие такта у Ковия. С другой стороны, фотографии Ковия с Вивиан были свалены на полу в кладовке. Не совсем то место, где хранят сентиментальные воспоминания, подумал Нат. Одежда Вивиан была аккуратно упакована в дорогие чемоданы. Кому это предназначено? Не Тинни. Она слишком толста для этой одежды. Наверняка одежды и чемоданы будут отправлены в магазин подержанных вещей. Нат и не ожидал, что они найдут изумрудное кольцо. Если оно у Ковиа, он не так глуп, чтобы держать его там, где его могут найти. Очевидно, Вивиан не увлекалась драгоценностями. Они нашли ее обручальное кольцо, несколько цепочек, браслетов и серег, все в маленькой шкатулке в спальне. Все, включая обручальное кольцо, не имело большой ценности. Нат решил сам посмотреть гараж. Пристроенный к дому, он был достаточно вместительный для двух машин. Полки на задней стене, аккуратно заставленные рыболовными снастями и снаряжением для подводного плавания, морозилка, немного инструментов, обычной принадлежности. Снаряжение, которое было на Вивиан, когда она утонула, еще исследовалась. У Кови с женой была только одна машина, последняя модель БМВ. Нат знал, что она принадлежала Вивиан. Чем больше он видел в этом доме, тем чаще вспоминал негодование своей матери, когда много лет назад выходила замуж ее старшая сестра. Джейн заработала все, что есть у нее за многие годы, бушевала мать. Что она нашла в этом жалком паразите? Он женился, имея всего пару нижнего белья. Нату казалось, что Ковий внес примерно столько же в свой союз с Вивиан. Вдруг его глаза загорелись. БМВ стоял слева, на полу справа были потеки масла. Над опустился на колени, из БМВ масло не сточилось, и он помнил, что на площадке перед домом нет масляных пятен. Кто же ставил здесь свою машину и не один раз, и почему здесь, а не на площадке перед домом? По одной очевидной причине, чтобы никто не знал о визите. Над понял, что его следующая остановка будет у автомобиля Тины. Нужно посмотреть, не подтекает ли у него масло. Глава 44 Деп Куган шикарно проводила время. Обычно она сама мыла свои короткие вьющиеся волосы, сушила их полотенцем, а каждая шесть недель ходила подстригаться в маленькую парикмахерскую на другом конце города. Это был ее первый визит к Трессис в лучший салон красоты в Чатаме. Она расслабилась, наслаждаясь роскошной розово-зеленой обстановкой модного салона, длительным мытьем головы, которая включала в себя массаж шеи, перышками, которые ярким золотом выделялись в ее каштановых волосах, маникюром в горячем масле и первым в ее жизни педикюром. Решив, что ее гражданский долг состоит в том, чтобы вступить в разговоры с, возможно, большим числом мастеров, она выбрала все эти услуги. Опасение, что работники салона не станут откровенничать с клиентами, быстро исчезло. Все живо обсуждали новость о возможном обвинении Скотта Ковия в смерти жены. Депп легко вовлекла Бет, которая мыла ей голову в разговор о покойной Вивиан Карпентер Ковии. Но все, что ей удалось узнать, так это об изумлении Бет, когда та прочитала о миллионах Вивиан. Никогда не давала мне чаевых и мелочь мастеру, поверьте мне. Капля воды попадет ей в ухо, и она уже вопит о своих чувствительных барабанных перепонках. Я спрашиваю, какими же нежными они были. Она вечно хвасталась, что учится нырять с аквалангом. Парикмахерша была чуть милосерднее. О, Вивиан перебывала у всех мастеров. Ей всегда казалось, что она выглядит недолжным образом. И это, конечно, была вина мастера. Вот уж стыд. Она была хорошенькой женщиной, но металась между своей принадлежностью к высокому семейству карпентеров и беспокойством обо всем на свете. Она бы сошла с ума. Маникюрша тоже любила посплетничать, но не оказалась особенно полезной. Она сходила с ума по своему мужу. Он ведь душка. однажды он шел через улицу, чтобы забрать ее отсюда, и одна из наших новеньких увидела его из окна. Она сказала, извините меня, но я сейчас выбегу и брошусь под ноги этому красавчику. Она, конечно, шутила, но, вы знаете, она как раз заканчивала маникюр Вивиан. Вивиан заорала на нее, почему каждой шлюхе хочется заигрывать с моим мужем. «Хочется заигрывать», подумала Депп, «это значит, что он не обращает на них внимания». «Когда это произошло?» спросила она. «О, за две или три недели до того, как она утонула». Когда Депп делали педикюр, она поняла, что не зря потратила время и деньги. Педикюр делали в отдельном помещении за ширмой с двумя креслами, поднятыми над ножной ванной. «Постарайтесь не шевелить пальчиками, миссис Куган», велела ей педикюрша Мари. «Мне не хочется порезать вас». «Не могу», покаялась Дебби, «я боюсь щекотки». Мари засмеялась. «Так же, как одна из моих клиенток. Она только раз согласилась сделать педикюр, когда выходила замуж». Поняв намек, Дебби упомянула имя Вивиан. «Когда подумаешь, что Вивиан Карпентер прожила всего три месяца после свадьбы», она вздохнула и замолкла. «Знаю, это было ужасно, правда? Сандра, клиентка, о которой я вам рассказывала, ну, та, которая никогда не хочет делать педикюр». «Да». «Ну, в тот день у нее была свадьба. Она сидела в этом кресле, а Вивиан рядом. Они начали болтать. Сандра из тех, кто расскажет вам все свои дела». «О чем же они болтали в тот день?» «Она рассказывала Вивиан, что идет к юристу, чтобы подписать со своим женихом очень строгое добрачное соглашение». Дебби выпрямилась. «А что сказала Вивиан?» «Ну, она сказала что-то вроде «Я думаю, что если вы не можете вступить в брак, доверяя друг другу, вам не следует выходить замуж». Мари полила лосьон на ноги Дебби и стала их массировать. Сандра не тот человек, чтобы пропустить такое. Она рассказала Вивиан, что уже была замужем, и они расстались через три года. У Сандры была пара бутиков. Ее бывший муж заявил, что много помогал ей, потому что вы только подумайте, по ночам она делилась с ним своими планами. Он получил хорошие деньги. Сандра сказала, что когда она выходила за него замуж, он не знал значения слова бутик, и все еще не знал этого, когда они развелись. Она поведала Вивиан, что когда у одного из супругов есть деньги, а у другого их нет, то после того, как брак распадается, в накладе остается тот, кто с деньгами. А как реагировала Вивиан? Она сказала, что это очень интересная и разумная точка зрения. Сказала, может быть, мне следует позвонить своему юристу. Она шутила? Не знаю. С ней никогда нельзя быть уверенной. Мари указала на поднос с лаками. Тем же цветом, что и руки, рябиново-клубничным? Пожалуйста. Мари потрясла пузырек, открыла крышку и осторожными мазками стала покрывать лаком ногти на ногах Дебби. Так обидно, вздохнула она. Сама по себе Вивиан была действительно хорошим человеком, только такой неуверенной. Я видела ее в последний раз в тот день, когда она разговаривала с Сандрой. Она умерла через три дня. Глава сорок пятая Ресторан Кэптен Тейбл, расположенный в помещении яхт-клуба Хайя Яниса, выходил окнами на бухту. Как старый член клуба и постоянный посетитель ресторана, Джон заказал столик в стеклянной пристройке к обеденному залу. Он настоял, чтобы Менли села лицом к окну, так она сможет наслаждаться видом на Нантакэнсэнс, изящные шлюпы, стройные яхты и громоздкие островные катера, которые возили туристов на Мартас, Виньард и Нантакэд. Когда Менли уехала из Ромэмбе Хаоса без четверти семь, Ханна была уже уложена спать. Сейчас, потягивая шампанское, Менли не переставала думать о сходстве портрета капитана Фримена из материалов Фоби со своим рисунком. Может, он попадался ей в папках, но она не обратила на него внимания, и портрет подсознательно запечатлелся у нее в голове. Менли удалось убедить Джен Пали, что это именно так. Но почему в последние дни она так часто использует слова бессознательный и подсознательный? Она напомнила себе, что даже из-за небольшого количества успокоительных, которые она принимает, можно стать забывчивой. Менли тряхнула головой, отбрасывая тревожные мысли. Теперь, будучи в ресторане, она была довольна, что приехала. Может быть, поэтому Адаму так хотелось, чтобы она была среди людей. Менли никогда не была домоседкой, но после смерти Бобби стала пыткой казаться веселой и заинтересованной кем-то или чем-то. Во время беременности Ханной она писала последнюю книгу из серии о Дэвиде и была рада, что полностью поглощена ее окончанием. Менли поняла, что когда не занята делом, то начинает думать о том, что у нее может быть выкидыш или ребенок родится мертвым. Со дня рождения Ханны она борется с мучительными приступами посттравматического синдрома, воспоминаниями, паникой, депрессией. Достаточно мрачный список проблем для человека, который работает так напряженно, как Адам, подумала Менли. Раньше она обижалась на постоянные попытки Адама выводить ее на люди, оставлять Эми на ночь. Теперь ей отчаянно хотелось, чтобы он был рядом с ней, за столом. Менли знала, что снова выглядит как прежде. Она похудела, талия стала тонкой, и сегодня она надела бледно-серый шелковый костюм с болеро и широкими брюками. Черные манжеты сочетались с черным лифом. Волосы, выгоревшие на солнце, уложены в простой узел на шее. Серебряная булавка с бриллиантом и такие же серьги, которые Адам подарил ей на помолвку, завершали туалет. Она поняла, как прекрасно снова наряжаться. Для нее было приятной неожиданностью присутствие Скотта Кови среди гостей Джона и Элейн. Менли почувствовала одобрение в его глазах, когда Метродотель подвел ее к столу. Она понимала, что часть его обаяния заключалась в кажущейся неосознанности своей красоты. Он был немного застенчив, и у него был дар внимательно слушать собеседника. Скотт кратко описал обыск. Ваш совет был верным, Менли. Когда я связался с Адамом, он сказал, что в этой ситуации ничего не смог бы сделать и велел всегда оставлять включенным автоответчик, чтобы можно было найти меня в любую минуту. Адам очень решительный парень, улыбнулась Элейн. Я чертовски рад, что он в моем углу, сказал Ковий, но потом добавил, давайте не портить вечер этими разговорами. Безусловно, очень неприятно, когда полиция обыскивает дом, пытаясь доказать, что ты преступник. Утешение только в том, что мне нечего прятать. Элейн горячо возразила, не заводите меня. Карпентерам следовало бы показать хотя бы половину этой заботы о Вивиан, когда она была жива. Я скажу вам, что, когда бедная девочка купила себе дом три года назад, она казалась такой одинокой. Я пришла к ней с бутылкой шампанского, и надо было видеть, как она радовалась. Элейн, предостерегающе произнес Джон. Увидев слезы, появившиеся в глазах Скотта, Элейн прикусила губу. О, боже, Скотт, простите. Вы правы, давайте переменим тему. У нас здесь будет прием после бракосочетания, и вы двое официально извещаетесь, что точно в четыре часа в субботу, двадцать шестого ноября, мы вас ждем. Мы даже обсудили меню. Тушеная индейка, загремел Джон. Не забудьте, через два дня после дня благодарения. Он сжал руку, Элейн. Элейн смотрится невестой, подумала Менли. Ее белое платье с воротником капюшоном оживлялось жемчужным колье. Мягкие светлые волосы украшали тонкое, немного рисковатое лицо. Большой бриллиант в форме груши на левой руке был явным и существенным знаком щедрости Джона. А с другой стороны, решила Менли за десертом, Джон любит поговорить о страховании и не умеет шутить. Она привыкла к быстрому острому уму Адама и была настоящей пыткой слышать, как Джон снова начинает. «Это напомнило мне историю о...» В какой-то момент во время очередного тягостного монолога Скотт Кови приподнял бровь, и она почувствовала, как дрогнули ее губы. «Заговорщики», усмехнулась она. Но Джон был солидным, хорошим человеком, и многие женщины могли бы позавидовать Лейн. Все-таки, когда они поднялись из-за стола, Мэнли мечтала только о том, чтобы поскорее вернуться домой. Джон предложил проводить ее. «О, нет, пожалуйста, я доберусь сама». Мэнли старалась скрыть раздражение. «У меня развивается слишком сильная реакция на любое проявление опеки», подумала она. Ханна мирно спала, когда Мэнли приехала домой. «Она просто прелесть», сказала Эмми. «Вы хотите, чтобы я пришла завтра в то же время, миссис Николс?» «Нет, в этом нет необходимости», рассеянно ответила Мэнли. «Я свяжусь с тобой». Она пожалела, увидев удрученное лицо девушки, но поняла, что с нетерпением ждет возможности побыть наедине с Ханной, пока Адам не вернется завтра из Нью-Йорка. Сегодня почему-то не хотелось идти спать. Не то, чтобы она нервничала, просто Мэнли продолжала обдумывать картины и рисунки в папках фоби в спрэбью. Ей казалось, что она едва взглянула на них. В основном это были рисунки первых поселенцев, некоторые безымянные и зданий, карты владений, парусные корабли, действительно сборная солянка. Возможно ли, что она наткнулась на один, который не имел названия, и подсознательно скопировала его, когда пыталась представить себя капитана Эндрю Фримена? Его внешность не была необычной, многие моряки начала XVIII века носили короткие темные бороды. И тогда так совпало, что я действительно нарисовала его, подразнила она себя. Подсознательно, неосознанно, опять эти слова, подумала она. Боже мой, что же происходит со мной? Трижды до двух часов ночи она вставала посмотреть на Ханну и находила девочку, крепко спящей. За последнюю неделю она заметно подросла. Мэнли легко прикоснулась к маленькой вытянутой ручке. Наконец, она почувствовала, как оттяжелели веки и поняла, что засыпает. Мэнли уютно устроилась в постели и погладила подушку Адама, сознавая, как сильно скучает без него. «Он звонил сегодня?» «Наверное, нет, Эмми сказала бы. Но почему он не попытался позвонить около половины одиннадцатого? Он знал, что она будет дома к этому времени». «Надо было мне самой позвонить», подумала Мэнли, «сказать ему, что вечер мне понравился». Возможно, он не позвонил, опасаясь жалоб на неудачный вечер. «О, Боже, я только хочу быть собой, я только хочу быть нормальной». В четыре утра грохот поезда, мчащегося на нее, гремел на весь дом. Мэнли снова находилась на железнодорожном переезде, снова пыталась успеть переехать через него. Поезд приближался. Она сжалась, заткнула уши пальцами, чтобы заглушить звук, и в панике бросилась в детскую «Надо спасти Бобби!» кричала Ханна. «Поезд и ее убьет», подумала Мэнли. Рассудком она пыталась уловить какой-то смысл в этой сумятице. Потом все стихло. Поезд ушел, стук колес утих в ночи. Ханна продолжала кричать. «Прекрати!» заорала Мэнли. «Прекрати!» «Прекрати!» Девочка заплакала еще громче. Мэнли опустилась на кровать возле детской кроватки, дрожа, обхватив себя руками и боясь дотронуться до Ханны. А потом снизу до нее донесся голос сына. Она услышала, как он зовет ее взволнованным и радостным голосом. «Мама! Мама!» С распростертыми руками, выкрикивая его имя, Мэнли бросилась вниз искать Бобби. 10 августа Глава 46 В среду днем районный прокурор созвал совещание в своем кабинете в здании Барнстаблского суда. Были приглашены три офицера из прокуратуры, участвовавшие в обыске дома Ковия, медицинский эксперт, проводивший вскрытие, два опытных специалиста из береговой охраны в Вудсхолле, один, чтобы рассказать о течениях в день гибели Вивиан Карпентер, второй, чтобы обсудить состояние снаряжения для подводного плавания, которое на ней было, и Над Куган. «Это означает, что мне надо уехать пораньше», сказал Над жене утром в среду. «Мне хочется посмотреть на машину Тины и убедиться, подтекает ли у нее масло, а еще поговорить с юристом Вивиан, чтобы узнать, связывалась ли она с ним». Депп клала на его тарелку новую порцию вафель, их сыновья уже позавтракали и отправились на летнюю работу. «Не следовало бы кормить тебя ими», вздохнула она, «ты собирался похудеть на двадцать фунтов? Сегодня мне нужна энергия, милочка». «Безусловно», покачала головой Дебби. Из-за стола Над с восхищением смотрел на золотые перышки в ее волосах. «Ты потрясающе выглядишь», сказал он. «Сегодня поведу тебя обедать, чтобы показать тебя». «Между прочим, ты мне не говорила, сколько стоило это мероприятие». «Ешь свои вафли», уклонилась она от ответа, передавая ему сироп. «Тебе совсем не хочется это знать». Первая остановка НАТО была в Уэйсайд. Он заглянул в обеденный зал. Как он и надеялся, Тина работала. Тогда НАТО прошел в контору, где была одна секретарша. «Только один вопрос», сказал он. «О, Тине». Секретарша пожала плечами. «Думаю, что все в порядке. Они разрешили вам вчера посмотреть ее личное дело». «Кто может знать, как часто ей звонили по личным вопросам?» спросил НАТО. «Мы принимаем сообщение только в случае крайней необходимости, и официантка перезванивает во время перерыва». «Кажется, это тупик», подумал он. «Вы случайно не знаете, какой автомобиль утины?» Она указала в окно на парковку за зданием. «Утины зеленая Тойота». Машине было не меньше десяти лет. Ржавые пятна на крыльях перешли кое-где в трещины в металле. С ворчанием НАТО присел на корточки и вгляделся в шасси. Ясно были видны блестящие капли масла. На щебенке дороги обнаружились масляные пятна. «Я так и думал», возликовал он, с трудом поднявшись, он заглянул внутрь через окошко у места водителя. В автомобиле был беспорядок, кассеты для магнитофона свалены рядом с местом водителя, на полу пустые банки из-под содовой. НАТО посмотрел через заднее стекло, на сиденье набросаны газеты и журналы. И тогда-то он увидел на полу две пустые пинтовые банки из-под масла, полуприкрытые бумажными пакетами. НАТО снова поспешил в контору. Последний вопрос. «Тина случайно не дежурит на телефоне у стола заказов?» «Да, дежурит», ответила секретарша. «Ее очередь с 11 до 11 30 во время перерыва Карен. Так что, ей могут звонить туда по личным делам?» «Полагаю, что так». «Большое спасибо». НАТО бодро зашагал дальше встречаться с юристом Вивиан. Леонард Уэллс Эсквайр владел уютным офисом всего в квартале от Мэйн-стрит в Хайяннисе. Мужчина лет 50 в очках безоправы, которые увеличивали его задумчивые карие глаза, был одет в бежевый легкий костюм. У НАТО сразу создалось впечатление, что Уэллс принадлежит к тому типу людей, которые никогда на людях не ослабят галстук и не расстегнут верхнюю пуговицу на рубашке. Вы знаете, детектив Куган, меня уже посещали сотрудники из прокуратуры, адвокат семьи Карпентеров и представитель страховой компании, в которой застраховано изумрудное кольцо. Я просто отказываюсь понимать, чем еще могу помочь следствию. Возможно, и не сумеете, сэр, вежливо согласил Санат. Но всегда есть вероятность, что на что-то не обратили внимания. Я, конечно, знаю условия завещания. Каждый цент, который был у Вивиан, а также ее дом, лодка, автомобиль и драгоценности, унаследованы ее молодым мужем. Голос Уэллса источал леденящее неодобрение. Кто был ее наследником по прежнему завещанию? Прежнего завещания не было. Вивиан пришла ко мне три года назад, когда унаследовала свой фонд пять миллионов долларов. Почему она обратилась к вам? Я имею в виду, что у ее семьи, конечно, есть свои юристы. Я сделал кое-что для одного из ее друзей, которого, по-видимому, удовлетворила моя работа. И Вивиан тогда же сказала, что не хочет, чтобы ее интересы представляли советники ее семьи. Она спрашивала моего совета, в каком банке я предложил бы ей открыть сейф. Ей нужен был брокер, с которым она могла бы оценить свой внушительный список акций. Она спрашивала моего совета о возможных наследниках. Она хотела составить завещание? Нет. Она специально не хотела его составлять. Она хотела узнать, кто унаследует все в случае ее смерти. Я сказал, что это будет ее семья. «Ее это удовлетворило?» спросил Нат. «Она сказала мне, что не хочет оставлять им подарок, потому что они его не заслуживают. Но так как ей на всех наплевать, то это могут быть и они. Конечно, все изменилось, когда она встретила Ковия». «Вы настаивали на заключении добрачного соглашения?» «Было слишком поздно. Она уже вышла замуж. Я настаивал, чтобы она подписала более сложное завещание. Я указывал, что по такому завещанию все унаследует ее муж, и что ей следует вписать условия для будущих детей. Она сказала, что рассмотрит этот пункт, когда забеременеет. Я также настаивал на рассмотрении того факта, что в случае неудачного брака у нее должна быть возможность защитить свое состояние». Над оглядел комнату. Стены, обитые деревом с тонким рисунком. На книжных полках, записанным столом красного дерева, от пола до потолка аккуратно стояли юридические книги. На стенах в красивых рамах висели картины с изображением охотничьих сцен в Альпах. Леонард Уэллс бесспорно обладает хорошим вкусом. Над понял, что ему нравится этот человек. Мистер Уэллс, Вивиан часто советовалась с вами? Нет. Похоже, она последовала моему совету открыть относительно скромный расчетный счет в местном банке. Ее удовлетворял эксперт по безопасности вложений, которого порекомендовал я, и она встречалась с ним в Бостоне каждый квартал. Она оставляла ключ от банковского сейфа у меня в офисе. И когда заходила за ним, мы обменивались любезностями. Почему она оставляла этот ключ здесь? поинтересовался Над. Вивиан была склонна к беззаботности. В прошлом году она дважды теряла ключ и пришлось платить большой штраф за замену. Так как банк совсем рядом, она решила сделать нас хранителями. Только она имела доступ к сейфу, пока была жива. После ее смерти, конечно, содержимое было вынуто и переписано, как вам вероятно известно. Звонила ли вам Вивиан за три дня до гибели? Да. Звонила, но я был в отпуске. Вы не знаете, зачем она связывалась с вами? Нет. Она не искала ключ и не стала говорить с моим помощником. Она попросила, чтобы я позвонил ей, когда вернусь. К сожалению, она погибла за два дня до моего возвращения. В какой манере она говорила с вашей секретаршей? Она не была расстроена. Вивиан всегда огорчала, если не могла увидеть нужного ей человека. Да, немного от него помощи, подумал Натт. Потом с интересом спросил. Вы когда-нибудь встречали Скотта Кови, мистер Уэллс? Только раз. При чтении завещания. Что вы о нем подумали? Еще до встречи с ним я уже решил, что он охотник за богатством, который очаровал состоятельную, очень эмоциональную молодую женщину. Мне все еще кажется возмутительным, что все состояние карпентеров достанется чужаку. У карпентеров полно небогатых дальних родственников, которым могло бы повезти. Сознаюсь, что после встречи с Ковием я изменил мнение о нем. Он казался искренне потрясенным горем. И если только он не великолепный актер, он был действительно ошеломлен, узнав о размерах ее состояния. КОНЕЦ